всем привет пока подключайтесь потихоньку я буду готовить себя банки на эфир и у нас сегодня снова вечерний новогодний макияж мы сегодня сделаем что-то более такое классическое потому что в прошлый раз у нас были блестяшки приколюхи всякие сияшки штуки-дрюки а сегодня сделаем такой классический вечерний макияж и чуть-чуть стразиков добавим совсем немножко всем привет будем делать сегодня стрелки будем делать яркие губы я наверное не очень хочу красно может быть хочу красные не знаем посмотрим какого цвета сделаем можем даже с вами посоветоваться в процессе вы мне расскажете чтобы вам было интересно посмотреть и если хотите сегодня могу еще показать как ставить себе ресницы пучки если интересно напишите пожалуйста потому что мало ли вдруг так все знают я буду распинаться значит а так если интересно покажу и клей как ставить и какие ресницы лучше взять так что оставайтесь задавайте вопросики процессе эфира и давайте пока что начинать всем привет вижу много знакомых лиц так возьмем то я возьму свой любимый mac face and body вы можете взять какой вам больше нравится я советую брать легкие текстуры насколько узнают все кто тут давно с нами сидит прямых эфирах кто с нами учится так что берем любой тон который нам подходит который нас устраивает и наносим просто быстренько на все лицо пока я тонируюсь вы можете задавать вопросики если они у вас есть напомню тема эфира сегодняшнего новогодний макияж новогодний классический в этот раз прошлый раз уже навеселились наношу тон на все лицо кисть взяла 118 потому что она большая пушистая и быстро можно все это затонировать я вообще на клиентах работают только большими кистями в плане работы с кожей именно точечно консилером прорабатываю кистями среднего размера но на всем лице если это на все лицо наношу тон например либо наношу контуринг то я стараюсь брать кисти пообъемнее так во первых получается мягче тоньше растягивается а во вторых получается значительно быстрее для мастеров это очень актуально в период праздников особенно да не только нового года в свадебный сезон в том числе потому что маленькой кистью у нас гораздо больше времени уходит на растушевку на все вот эти вот дела у меня красный меня никто не бил если что есть немало урок только что и у меня на мицеллярку такая реакция бывает нормально если что не переживайте я в порядке всем приветик спасибо что сердечки ставите я вас вижу всем привет всех рада видеть так и в шею немножко обязательно стушевую чтобы у меня не было видно перехода из тона в кожу и ушки вот сюда захожу текс мы потом готовы видите большая кисть очень очень ускоряется значительно я очень советую тем кто не пробовал кистью даже быстрее чем спонжем получается на самом деле спонжем прикольно когда мы работаем более плотными текстурами нас более плотными тональными кремами если в этом есть необходимость если необходимости нет то берем большую кисть берем тонкий сияющий какой-то тон чтобы быстренько перекрыть выровнять оттеночек и все красиво побежали занимает пару минут буквально дальше возьмем сейчас я измажусь нет не измазалась почти возьмем консилер у меня вот этот консилер от вивьен шабо бонжур бьюти он называется и кисть номер 202 проработаю зону вокруг глазок раз мы с вами сегодня делаем классическую стрелку нам надо синячки нейтрализовать по максимуму потому что стрелка требует конечно тщательной проработки кожи чтобы она выглядела вот именно дорого так знаете красиво богато и внешний уголок обязательно тоже вытягиваю в диагональ вообще в этом году конечно стрелки бьют все рекорды по актуальности уже последние несколько лет мы в этом году праздничные макияжи вообще все со стрелками каждый первый и мне очень нравится на самом деле потому что стрелки так классно форму глаза меняют если в этом есть необходимость либо усиливают если своя форма глаза идеально потрясающая дата получается прям очень красиво на синячок наношу консилер и растягиваю вокруг тоненько очень консилер высоко пигментированный то есть он достаточно кроющий сам по себе поэтому мы можем прям тоненько тоненько наносить и этого будет более чем достаточно текст все с консилером тоже готово вот эту красноту перекрывать час не буду потому что она в течение то минут 15 пройдет сама если мы с лишней текстуры намажем будет ведро текстуры при этом перекрывать будет уже нечего поэтому не перегружаем кожу и так достаточно раскидаем гель для бровей что ловить брови быстренько уложим если бровей достаточно то укладываем просто прозрачным либо цветным гелем сейчас брови рисовать нынче не модно совсем вот какие есть такие есть пушистенько их уложили причесали и готово за исключением случаев если брови прям сильно перещипанные там мы просто берем с вами маркер для бровей дорисовываем волосочки так чтобы это было не видно смысле не кидалось это в глаза то есть понятно что прорисованные зоны должно быть видно что вы там что-то делали но чтобы это было не нарочито не как-то слишком неестественно бровей достаточно и переходим сейчас к самому интересному сначала нам с вами надо зафиксировать консилер на веке давайте для этого возьмем тенюшки вот эту вот палетку от russian beauty гуру она классная во первых мне прикольно от того что это российский бренд это прям приятно а во вторых она реально очень классного качества поэтому если вы в поисках базовой хорошей палетки для себя обязательно можете к ней присмотреться она прям кайфовая тут и для лица прикольные продукты вот эти вот три штуки румяна хайлайтер и скульптор и тени прям приятного качества под бровь нанесу светлый оттенок теней вот такой чтобы зафиксировать вот сюда и вот сюда фиксируем тени мы для того чтобы они у нас потом не скатались с вами в процессе носки за день мы кремовую текстуру просушиваем кремовый консилер наш просушиваем сухой текстурой чтобы они скрепились между собой крепко держались тогда ничего никуда двигаться не будет ничего не будет скатывать главное хорошенько просушить и с этой стороны тоже самое просто светлым оттеночком тени профиксировала в оттенок кожи грубо говоря внутренний уголочек сюда же тоже можно это же добавить хома давайте на внешний уголок тоже добавим сразу чтобы такой светленький у нас был живенький все готово сейчас нам надо в первую очередь прокрасить с вами межресничку для этого нам понадобится подводка можно брать черную или коричневую если вы не уверены что у вас потрясающе как-то сильно аккуратно получится с первого раза лучше берите коричневую потому что можно потом втушевать в ресничную линию если вылезли куда-то за границей это будет просто мягкая аккуратно растушевка если вы черные там что-то зафак пили то вот так вот сделать не получится потому что она все размажется серую грязь и будет плохо больно и некрасиво мы не хотим так так и я взяла кисть номер 225 вот такая вот она остренькая тоненькая для межреснички нужно зеркальце излишки снимаю с кисточки продукта чтобы она наносила продукт тоненько не слишком много и прям между ресничками наношу то есть не на слизистую верхнюю да не куда там еще не на века а вот именно пространство между ресничками прокрашиваю чтобы потом когда мы с вами нарисуем стрелку у нас не было вот этих пробелов между ресницами видно давайте приближем чтобы было видно лучше прям всю всю ресничную линию я прокрашиваю немножко можно добавлять продукт если он закончился на кисточке и глаз сразу становится такой более очерченный более графичный так чуть-чуть тут поправлю пальчиком в этой зоне не страшно потому что тут у нас будет стрелка нарисована если мы вот так здесь будем делать будет грязь поэтому старайтесь прям осторожно прорабатывать все это дело не торопитесь чтобы сразу было чистенько и до внутреннего угла и мажу на нижнее веко вы так не делайте капельку примите дарки на ватную палочку набираю и просто убираю оттуда продукт мне проще нанести тут консилер заново чем пытаться вычищать ночью и грязюка и сразу кистью от консилера прохожусь в этом месте почищаю все межресничку у нас готово межресничку делать очень желательно в случае если мы делаем какие-то яркие глаза ну там насыщенных оттенков любого цвета до либо если мы рисуем стрелки потому что иначе мы накрасили стрелки у нас на веке есть черная линия а при этом между ресницами остались дырки получается грязь короче не очень солидно не очень хорошо прорабатываете межресничку старайтесь так поехали дальше теперь нам нужно немножко проработать линию орбитальной косточки чтобы форму глаза просто углубить мы это можем сделать скульптором чтобы он у нас потом повторялся и на лице и оттенки будут перекликаться между собой будет красиво я прям под косточку под орбитальную стою вот здесь кистью и у меня кисть сама полукруговым движением ходит за счет своей формы у это орбитальной косточки немножко оттягиваю в диагональ мы это делаем не с целью чтобы у нас тут красивые тени были на веке а чтобы глазик визуально сделать больше растянуть его на чуть более объемную площадь да и чуть добавить контраста и на внешний уголок обязательно его же 2 той же кистью то есть видите ничего здесь сложного абсолютно нету просто объемы возвращаем которые мы украли на этапе нанесения консилера и со второй стороны тоже самое прям по орбитальной косточки прохожусь захожу на внешний уголок его тоже меня немножечко и оттягиваю диагональ в диагональ вытягиваю чтобы у меня форма глаза получалось не какая-то круглая да такая прям неестественная странная а для того чтобы интелевидную форму вот эту продублировать и глазик растянуть как по вертикали да то что мы сейчас повод косточки прорабатываем так и в диагональ чтобы глазик был достаточной длины у нас немножко завожу тушевку в сторону переносицы вытянут просто очень красиво на камере такой эффект выглядит мне нравится делать можно всем за исключением тех у кого глазки близко посажены если вы так будете делать вы их еще немножечко соедините визуально на нам не нужно так делать если глаза посажены близко а всем остальным пожалуйста будет очень красиво и на нижнее веко сразу этот же оттеночек тоже добавлю с этой стороны тоже самое на все нижнее веко как кисть у нас ложится по ширине кисточки растушевываем все готово просто продублировали фолл фолму глаза фолму глаза подублировали молодцы мы дальше дальше лайфхак я сразу покрашиваю ресницы а потом только буду рисовать стрелку это то как я на себе крашу мне так очень удобно потому что у нас есть ресницы мы сразу видим направление ресничек в какую сторону они лежат куда нам лучше направить стрелку и так получается проще если вы так не пробовали никогда делать но при этом любите стрелки вам обязательно нужно попробовать так и реснички прокрашиваем сразу от самого корня тщательно тушь мейкап факторе all-in-one маскара потому что про туши всегда вопросов много сразу скажу она прям нормальная она и прочесывает хорошо и удлиняет хорошо и держится нормально прям рабочая лошадка внешне уголочки тщательно прорабатываю чтобы они мне тоже размера глазу визуально добавляли и со второй стороны тоже самое от корня прям тщательно прорабатываю каждую каждую ресничку на губах не пугайтесь бальзамом намазала губы сохнут зима даже не бальзамом а пуриланом покажу вам банку которая спасает меня вот пурилан и метилурацил пурилан стоит рублей 600 наверное в аптеке его часто девочкам кормящим назначают чтобы кожу на ореолах восстанавливать ну и плюс на все сухие участки принципе она отлично подходит эта штука так она выглядит на губы я просто плотным слоем наносим держим минут 10 губы как новые становятся либо в аптеке мазь метилурацил план действия такое же она правда стоит дешевле раз в пять там что-то 100 рублей с копейками только пурилан он такой вообще без вкуса без запаха у метилурацилла такая такой привкус мази есть вот прям мазь мазь как бы не противный ничего просто вот есть такой легкий аромат но он тоже не бесит в принципе лучше так чем ходить с сухими губами я думаю что те кто в холодных регионах живет меня прекрасно сейчас понимают я утром пока крашусь быстренько себе на губы наношу держу минут десять и потом уже можно либо красить губы либо просто спокойно ходить весь день так нижние ресницы накрасили дальше поехали теперь рисуем стрелки стрелки после ресницы ты хитро это я у софьи бабуриной научилась на обучение мне очень понравилось продолжаем так делать смотрите стрелки рисуем максимально классические смотрим прямо на себя в зеркало не поднимаем брови не хмуримся они там натягиваем себе века как некоторые девчонки делают просто смотрим на себя прямо в расслабленном состоянии и при этом рисуем сначала себе направляющую по направлению нижней слизистой направляющая готова и теперь от этой направляющей мы ведем линию где-то до радужки вот до этой зоны приближу вам тоже чтобы видно было отступаю пару миллиметров чтобы хвостик у меня тоненький оставался получается вот такой треугольничек и теперь его заполняем немножко маркер разрисую маркер у меня от физи шанс формила он мне очень нравится он классный и по плотности оттенка черного и наносится хорошо и кисточку не у него нравится прям очень даже хорош так стрелка готова чуть-чуть можно надеюсь что мать вот так отлично и со второй стороны 6 то же самое будет делать все треугольничек нарисовали и его заполняем теперь чудесно если где-то неровности какие-то появились нам нравится мы берем плоскую кисточку давайте возьмем 206 которая у нас для стрелок и ей чуть-чуть подчистим нижнюю границу набираю капельку консилера и нижнюю границу подрезаю со второй стороны тоже самое для симметрии все стрелки у нас готовы сейчас мы добавим наряд на стим немножко я вам обещала парочку странина добавить стразы кстати очень классная штука на любой нарядный макияж потому что липится не очень легко вообще каких-то навыков там не сверхъестественных не не сверхъестественных даже иметь не надо нужно просто нормальный клей и все клей и карандашик специальный восковый покажу вам черный не хочу серебряные стразики у меня вот такие необычные самые простые серебряные разного размера можно купить стразы хоть где сейчас и на вайлдбериссе на зоне и хоть где и в магазине для нейл мастеров не проблема беру вот такой клей клей от андреа мне нравится его можно и для ресниц использовать и для этих самых и для страз хорошая штука сейчас куда-нибудь на него намажу себя набираю на ватную палочку ставлю на ручку себе клей вот сюда и буду с руки работать чем удобнее и вот такой восковый карандаш у вас должен быть для страз без него тоже можно чисто теоретически но так гораздо гораздо удобнее получается он их подцепляет эти стразики и вы просто ставите куда вам надо удобно надо открыть только штуку со стразами и не развалить их все то есть я вот у меня стразики лежат карандашик подношу прилепляю на обратную сторону карандашик и стразинку вот она у меня там на кончике лежит и все и набираю таким образом клей зеркало мне надо взять чтобы было видно что там все клей до клей набрала капельку и вот сюда на внутренний уголочек ставлю не набрала получать теперь точно набрала красивенько как бы вроде бы нарядненько акцент ненько но не слишком для тех кто хочет вроде поблестеть но в меру прошлый раз вот мы не в меру блестели а сегодня так скромненько текст все его тут глазках такие сидяшки получаются можно принципе добавлять сколько вам хочется куда хочется не знаю даже надо еще не надо ну давайте еще по две штучки добавим повыше и я думаю на сегодня нам достаточно так клей тут такой немножечко щепучий но что он держит вообще просто железобетонно все стразы я недавно его на съемке клеила себе на лицо там довольно много и на декольте или смыла потом а когда планировали съемку переживала что не доеду до студии не нифига вообще все на месте как родное и то и так и последнее все по три стразинки на глаз у нас получилось очень даже симпатично приподнял вот это чуть пониже пустить так как бы клей пока не зафиксировался вы можете их немножечко двигать перемещать чтобы они у нас ровненько симметрично стояли все с обеих сторон все стразиками хватит то можно и не остановиться и так теперь нам нужно стереть губы снимаем наш восстанавливающий бальзамчик губы подчинились пока губы подсыхают сделаем коррекцию мы брали на глазки скульптор из палетки давайте и мы продолжим работать вот этот вот холодненький такой я долгое время не работала скульпторами вообще в принципе а сейчас мне видимо уже и бронзеры надоели захотелось разнообразие поэтому я опять возвращаюсь потихоньку к холодным продуктам но и в принципе вижу такую тенденцию что скульпторы снова у нас потихоньку возвращаются сейчас все набродились уже всем под надоело и все возвращается на круги своя так будет всю жизнь по кругу так на боковую поверхность лба добавляем по линии роста волос на скулы обязательно челюстная линия совсем капелька кисточку мне кстати 124 она очень удобная для контуринга потому что не вот этот плоская площадка плоская рабочая зона прям хорошо встает во все зоны коррекции и под скулу удобно и на лбу тоже удобно прям вообще сама он контуринг весь нарисует за пару сек стороны тоже самое и на лбу обязательно можно даже обратной стороной кисточки вот этой вот остреньким кончиком проработать еще немножко орбитальную линию мне кажется что можно добавить чуть-чуть для для контраста вот красивенько и этой же кистью я румяна нанесу сразу на скуловую косточку как бы прям вот не на зону румянцы не на центр лица а прям на всю скуловую косточку и оттягиваю висок на кончик носика на переносицу и на боковые линии лба тоже капельку прям чтобы оттенки перекликались между собой готово текс ресницы я вам обещала показать давайте подклеим с вами пучки и возьмем вот эти вот 10 миллиметров чисто на внешний уголок аккуратненько поставить чтобы было нет матч так клей для ресниц возьму андрея тоже но вот такой вот прозрачный он сначала белый потом при высыхании становится прозрачным невидимым его на ресницы использую чаще потому что он лучше снимается то есть клиентам потом гораздо комфортнее снимать его чем вот тот прозрачный но опять же для страз использую только тот потому что он прям такой ух железобетонный чтобы никуда ничего у нас не убежало беру с подложки ресничку вот так цепляю перехватываю за кончик вот видите кончик пучка у меня держит пинцет беру капельку клеюшка капельку клеюшка зеркало себе возьму чтобы не было видно и вот таким же образом за хвостик подхожу к ресницам и ставлю к основанию своих ресниц по направлению вот у меня куда свои ресницы смотрят я также и ставлю пучок то есть не на все ресничные линии в одну сторону а на все ресничные линии по направлению естественного роста своих ресниц тогда гораздо анатомичнее они встают и выглядят достаточно естественно насколько это возможно конечно для искусственных ресниц для накладных дальше и пальчиком немножко себе помогает как бы приглаживать укладывать все и получается такой вот восходящий уголок глаз моему как будто уже раз и приподняли немножко лисички на взгляд всего три пучка поставили более чем достаточно этого особенно для тех вот если вы мастер до начинающий мастер особенно не старайтесь впечатлить клиента куча ресниц сразу потому что люди в шоке в шоке потом будут ходить от своего отражения лучше на уголочки поставить там 35 пучочков аккуратненьких чтобы слегка форму глаза скорректировать будет и нарядно и комфортно и форма реально будет лучше от этого выглядеть чем если мы сразу наставим кучу кучу пучков у клиента сразу шок инфаркт миокарда случится и он попросит все это дело снять я когда только-только начинала работать у меня пару раз были ситуации когда клиенты просили прям снять пучки но это конечно обламинго потому что если клей хороший снимать их ну такое си мероприятие поэтому не пытайтесь сразу все свои навыки мира показать и главное не забывать что перед вами сидит живой человек которому вообще-то должно быть комфортно с макияжем самое важное ну собственно все я думаю нам достаточно этого будет все смотрите внешние уголочки прям такие хова и присобрались сразу особенно в комплекте со стрелкой очень это все работает классно дальше давайте красить губы я вам обещала классические классические губы прямо сегодня давайте красные сделаем ладно так и быть сто лет не красила красную губу на себе очень даже аж интересно мне стало возьму карандашик шик в оттенке мила но не знаю выпускают ли они их еще не уверена потому что они там какие-то оттенки снимались производства насколько я знаю но если что имейте ввиду они классные если вдруг их не если вы не можете найти себе идеальный красный то это он так и зону чуть-чуть прямо остатками на кисточке тут остатки консилера по границе прохожусь чтобы она не была слишком контрастная смягчаем и нормально и поехали рисовать форму сейчас буду про форму рассказывать смотрите сначала нам нужно нарисовать контур нижней губы потом контур верхней губы и только потом от внешних уголочков тянуть прямые линии к этим направляющим центральным потому что когда мы определили себе объем ширину и форму губ нам гораздо проще тянуть направляшки когда мы знаем куда мы их тянем на не то что мы рандомно от уголочка пошли куда пошли непонятно так сейчас я покажу центр нижней губы сначала рисуем по объемному контуру то есть не по цветовому а там где у нас именно линия объема идет да где у нас выпуклость еще есть на губе чаще всего у нас объемный контур чуть дальше чем цветовой контур то есть если посмотрим меня у меня цветовой контур где-то вот здесь заканчивается объемный чуть выше вот рисовать чтобы анатомичная красивая форма с яркими губами получилось нужно именно по объемному контуру все серединку определили здесь и здесь теперь можно к этим штукам тянуть прямые линии от внешних уголков и на верхней губе тоже самое от внешнего губа тянем прямую линию к наивысшей точке вот сюда и и и и все теперь все это дело можно заполнять уголочки заполню карандашиком так проще он тоньше тут удобнее подлезть а центр помадой и берем помаду у меня помада от бренда лик косметик с оттенки номер 02 Катрин такая она прям алое алое красивый цвет и 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 карандашиком сейчас немножко смягчу переход из помады в карандаш чтобы у меня не было резкого изменения оттенка и 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 уголочки можно почистить кстати есть потрясающий лайфхак как подчищать стрелки и яркие губы есть вот такой вот светлый бежевый карандашик в принципе можете любой использовать у меня карандашик тоже вот шик в оттенке сиена и мы прям этим карандашиком границу подчищаем и потом растушую теперь берем плоскую кисточку 5 давайте возьмем такую вот я почищать и прям очень люблю и растягиваю просто границу нанесения светлого карандаша ну все готов наш новогодний макияж он такой немножечко прикольчик в виде стразиков прикольчики стразики у меня сегодня словарный запас какой улочки без заведочки надеюсь было полезно интересно но это вот прям классический классический макияж стрелки губы в современной интерпретации если вам хочется выглядеть дорого-богато но не как пыль на старой шкатулке в общем на этом все если после эфира у вас останутся вопросы по продуктам по кистям по нанесению задавайте в комментарии обязательно этот эфир сейчас сохраню спасибо всем кто присутствовал надеюсь было интересно вы красотка спасибо спасибо большое очень рада давайте девочки до следующего эфира увидимся уже в следующем году пока пока